Сегодня в выпуске, как НК оказался на съемках Юли Гаврилиной и что между ними. Токсис подтвердила отношения с Генсухой и как это прокомментировала Наташа. Ивлеева расплатилась долгами, у Хайпхауса увели аккаунт мошенники, а Клава Кока чуть не рассталась с Сашей. Не так долго в должниках у государства с налогами пробыла Настя Ивлеева. После появления новостей об аресте ее ламбы она спустя двое суток погасила первую часть в 11 миллионов рублей, а вчера закрыла и все оставшиеся 9 миллионов. Теперь на сайте ФНС у нее в графе долгов красуется приятный нолик, если, конечно, там еще что-нибудь не пересчитают и не найдут дополнительные пени. Ивлеева же, надеюсь, вынесла уроки и будет теперь все вовремя и правильно платить, ну а пока необходимо реабилитировать карьеру. От своей ламбы, но по личному желанию, решил избавиться участник сквада Хазиева Влад Куэртов. Еще перед летом он покупал себе дорогущую ламборгини Авентадор и пояснил, что это была его детская мечта. Спустя 4 месяца она ему, видимо, поднадоела, поэтому сейчас ее может приобрести любой желающий за какие-то 27 миллионов рублей. И похоже, что Влад избавляется от всех автомобилей, кроме яркого желтого Порше. Возможно, резко понадобились большие деньги на какие-то бизнес-цели. Его друг Прадевич тоже скоро будет покупать новую тачку. Помните, Саня по приколу взял себе BMW M3 в точности такой же, как у кореша, чтобы его удивить. Он накатался, эмоции получил и сообщил, что автомобиль был продан одному из людей из их команды. Вдруг не понял? Теперь эта машина, это не моя машина, это его машина. Я правда продал, ну, я выставил на продажу эту машину, и мне Илюха написал, говорит, я вот хочу купить. И все, теперь вот эта малышка, вот эта красавица теперь не является моей машиной. Это, кстати, отрывок со стрима, где они покупали подарок Даниле Гориле на день рождения. Он давно мечтал о своем первом мотоцикле, даже вроде откладывал на это деньги. И во время празднования в бане ему долго намекали, что двухколесный друг у него все же появится, и в итоге приобрели вот такого красавца. Главное, чтобы стример на нем не особо сильно гонял. А то мы уже знаем кучу плачевных историй с авариями, которые происходят на пустом месте. Клаве Коке пару дней назад исполнилось 28 лет, не слишком много, но возрастные изменения во внешности уже у себя начала замечать. Она одна из немногих артистов, кто до сих пор не прибегал к пластическим операциям или другим косметическим процедурам, чтобы выглядеть лучше и моложе. В этом она опирается не на своих коллег, а на маму с бабушкой, с которыми они внешне сильно похожи. И у Клавы сформировалось мнение, что в любом возрасте даже с небольшими морщинками есть своя эстетика. Возможно, я через 5 лет переобуюсь, или через 10 лет я переобуюсь. На себе противник всяких там инъекций, изменений. Я смотрю на свою маму, смотрю на свою бабушку. И настолько, мне кажется, незначительны вот эти морщины, которые естественны, и в них есть какой-то свой шарм. Это жизнь, да. Я считаю, что женщина в любом возрасте может быть красивой. Клава еще в музыке стала настолько профессионалом, что из-за своего творчества чуть несколько раз не потеряла отношения. С Сашей, поверенным, у них недавно случился конфликт, который певица сама себе надумала. Все из-за нового трека, который скоро выйдет, где она рассказала выдуманную историю, как ей изменил любимый человек. Такого у нее в жизни никогда не было, поэтому пришлось мысленно в этот образ вжиться. И, к сожалению, все прожитые эмоции она перенесла в реальную жизнь. Я сижу на студии, и я погружаюсь, я представляю, что действительно это происходит, то есть я через себя пропускаю все это. И я вот в тот момент реально чуть не заплакала, я прихожу домой, и я не могу даже, ну, общаться с Сашей, потому что он меня понимает, я говорю, типа, не трогай меня. Ну, то есть я немножко настолько сквозь себя это пропустила, что оно еще не вышло. И, ну, не знаю, наверное, сутки я выходила из этого состояния. А вот Лизагуб, похоже, все же расстался с Анитой. Об этом в своих видосах с сыном намекает его мама. Также друзья запустили странный тренд, где снимают, как Женя танцует, а после добавляют подпись. Танцуют те, кто наконец-то расстался с Анитой. Не ищите тут какой-то жесткий степ и неуважение, это стало их локальным приколом. При всем этом журналистам что-то комментировать Лизагуб не торопятся и просят не спрашивать про это. Давайте, пожалуйста, без этих вопросов, без личной жизни, я до сентября дожить еще надо. Один можешь прийти? Я не знаю, надо еще дожить, я же говорю, до сентября. Вот, развиваться надо. Вслед за XOTIM курсы по придумыванию нормального пароля для аккаунтов в соцсетях нужно подарить участникам хайпхауса. Почти два года они уже не ведут общий аккаунт в ТикТоке, но он оставался существовать, ведь там хранилось много совместного контента, по сути онлайн музей их команды. Его вчера, к сожалению, взломали какие-то мошенники. Сменили ник, аватарку, поставили ссылку на какой-то развод, а самое обидное, что удалили почти все видосы, которые когда-то радовали аудиторию. На момент записи этого выпуска ничего восстановить пока не удалось. Кто-то даже думает, что аккаунт просто продали, чтобы заработать. Но мне кажется, что это реально взлом, своей репутацией за небольшие деньги они бы точно рисковать не стали. Сомнению подвергают репутацию Егора Крида из-за его регулярной рекламы Казика. И теперь это делают не только в интернете, но и на федеральном телевидении. По новостям НТВ вышел большой сюжет с нарезками, как он нативно рекламирует азартные игры и призывает всех регистрироваться по своей ссылке, чтобы поучаствовать в конкурсе на деньги. Перспективы должен понимать и кумир-школьниц Егор Крид, которому явно не хватает заработка с корпоративов и выступлений. Он увлекся стримами и в них делится. Не секретами вокала. Проходит конкурс, кроме часа ДГН, на 2 миллиона рублей. Все, что нужно, это быть зареганом и ввести код Крид на английском языке, который даст вам стофы из-под докхаус. Ситуацию с привлечением ответственности за рекламу Казика продолжает еще активно в последние дни раскручивать Екатерина Мизулина. Хотелось бы, чтобы эта тема уже дошла до ушей депутатов, и они начали какие-то активные действия. А подвижки там уже начались, ведь пошли даже разговоры о запрете рекламы тех же букмекерских контор, чтобы уменьшить разросшееся количество лудоманов в стране. Спустя год после начала отношений, хоть каких-то официальных подтверждений мы дождались от пары Токсиса и Генсухи. Андрей прошлой ночью опубликовал вот такую историю с совместной фоткой. Это не фейк, подписав на английском «Один год моя любовь». Ну и потом по классике жанра удалил, хотя пасхалку успели заскринить, что и разлетелось по пабликам. Наташа на день запланировала стрим и, включая его, понимая, о чем будет основное обсуждение. Весь чат сразу наполнился поздравлениями, а также шутками на эту тему. Сзади заметили шарики по какому-то праздничному событию, ну и все ждали хоть каких-то признаний. Генсуха ожидаемо начала заливать, что эту историю с ней правильно поняли. Андрей просто хайпится на ней и уже год намеренно пытается шипериться. Да, это фотка правда, но я тут пытаюсь вырваться из-за... Ну то есть видите, какой он довольный? Он тут улыбается, потому что... Потому что что? Ну год уже пытается хайпить на моем лице. Ничего я не могу с этим не поделать. Мы за вас рады. Вы не слышите, да, меня? Она даже позвонила самому Токсису, чтобы это обсудить. Он, кстати, находился на съемках клипа на совместную песню с Кридом, поэтому они не отмечали это день в день. Андрей ей по видеосвязи грамотно подыграл, начал оправдываться. А в конце еще спалил, что скоро они съедутся и будут жить вместе. Все, не верьте слухам, приходите смотреть Наталью в генцуху. Все, и ждите новостей о новоселье к Наташинам. Давайте. Что? Все. Интересный коллаб пока в рамках работы случился на съемках клипа Юли Гаврилиной на песню «Драма Куин». Девушка в перерывах начала выкладывать фотки и видосы с бэкстейджа, и тут начали замечать интересные совпадения. Исполнитель НК, кто не знает, это тот самый, который поет популярную сейчас песню «Гламур» про блонды и пугается от брюнеток. Начал выкладывать фотки из похожих локаций в доме, и следом еще выложил тикток с теннисного корта, где рядышком также снималась Юля. Это могло быть прям очень сильным совпадением, но так как их быстро вычислили, сюрприз не получился. Поэтому они сняли два совместных видоса в конце смены. Пока что ребята вроде как коллеги, а познакомились, как многие предполагают, через соцсети. Никита часто оставлял Юле комплиментарные комментарии под роликами и вполне мог написать в директ. А та уже не постеснялась пригласить рэпера к себе в клип на главную роль, как раз она всегда лично отбирает актеров. Продолжится ли их история в романтическом или хотя бы дружеском плане, посмотрим. Те, кто давно следят за ними, считают, что они слишком разные для парочки. Но в этом мире случается всё, что угодно, загадывать не будем. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok